Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Фартука». Сегодня, впрочем, как и всегда, на кухне предприятия ВСМПО «Посуда» царит очень уютная и домашняя обстановка. И сегодня у нас в гостях инженер по организации и нормированию труда цеха номер 32 Дима Григорьев. Здравствуй, Дима! Здравствуй, Юля! Как дела? Как настроение? Слушай, всё замечательно. Подъём морально-психологический. Ну отлично. Расскажи, с каким рецептом ты сегодня к нам пришёл? Сегодня мы с вами будем готовить салат «Мужские грёзы». Это достаточно вкусный салатик. И, насколько я понял, его ещё никто не готовил. На этой кухне. Да, да, ты прав. На кухне у нас ещё его не было. Салат сам по себе слоёный, достаточно простенький. Состоит из лука, варёной говядины, сыра. Яйца мы подготовили. И будем выкладывать мы это всё для красоты на листья салата, наверное, да? Естественно. И сверху украсим зеленью. Отлично. Ну, давай, команду, из чего начнём, кто чем займётся? Начнём с того, что нам надо порезать лук полукольцами и замариновать его в уксусе. Судя по всему, я буду этим заниматься. Да, мы же не хотим... Как уверен, он мне его знал. Но мы же не хотим увидеть салат «Мужские слёзы». Пускай будут женские слёзы. А я пока порежу мясо. Разные рецепты говорят нам, что мясо можно либо порезать соломкой, либо просто раздербанить на волокнах. Как по мне, соломка намного красивее. Ну, эстетичнее выглядит, конечно. Да. Но тут всё на ваш вкус, как говорится. Дима, а вообще ты готовишь? Как часто ты берёшь нож в руки? Я беру нож в руки так часто, что мне все люди, кто знает, что я пошёл на кухню, сказали, а ты умеешь готовить. То есть всё-таки в тебе есть какие-то скрытые таланты, наверное, да? Которые знают ещё не все. Нет, я просто не распространяюсь. На самом деле это всё родители. С детства учили готовить. Чтобы не быть беспомощным, когда дома никого нет. Когда дома никого нет? Да. И какое было твоё первое блюдо, которое ты приготовил самостоятельно? Я думаю, я сварю картошку. Это самое первое. Получилось? Не переварил её? Нет, там всё просто тыкаешь-тыкаешь ножиком. Как только начинает хорошо проходить, пора выключать. Ну а какие-то более серьёзные блюда были в твоей истории? Были, конечно. Но лично я предпочитаю жарить шашлык. На природе или где-то в домашних условиях? Нет, конечно, на природе. В компании выбираете с друзьями, да? Или семейные это посиделки у вас? Как это обычно происходит? Какой шашлык предпочитаешь? Куриный или свиной? В последнее время курицу. Не знаю почему, но очень нравится курица в последнее время. У тебя есть какой-то свой фирменный рецепт? С курицей? Да. Рецепт маринада. Если честно, нет, я ещё не занимался экспериментаторством. Хотя я считаю, что на кухне... Кухня не то место, где нужно себя сдерживать. Да. Нужно ставить эксперименты, брать какие-то готовые рецепты и уже их подстраивать под себя, делать так, как нравится именно тебе. Поэтому всё, что вы сегодня увидите, если вдруг захотите, не будете экспериментировать. Вдруг вам понравится не с майонезом, а, допустим, со сметанкой. И с маринованным мучком. Ну да, может быть, вы что-то ещё украстьте как-то красивенько. Лично я за минимализм. Но когда я вижу, как красиво украшивают девушки, такая вот красота. Но сам я таким не занимаюсь. Насколько вам известно, в этом салате используется лук маринованный, да? Да, да, да. Мы сейчас зальём ручок маринадом, уксусом. Уксусом, да. Здесь у нас используется яблочный уксус. И я думаю, нам его не хватит. Суть в том, чтобы залить весь лук доверху уксусом. И дать ему постоять в таком виде 15 минут. Уксус у нас используется яблочный, да? То есть он у нас не такой ядрёный, не эссенция. Не требуется его разбавлять водой, солить, сахарить, перчить. Что-то нужно нарушить. Сахарить и перчить, и всё на ваш вкус. Если кто-то предпочитает добавлять различные вкусовые добавки, это приветствуется. Ну, а сам-то вот ты какую кухню предпочитаешь? Всё-таки острую, пресную, солёную, жареную? Я предпочитаю вкусную кухню. Но насчёт остроты, это прям не про меня, вот совсем. Физически не особо перевариваю острую пищу. Хотя я считаю, что она вкусная, но много съесть я такого не могу. Так, сейчас я подготовлю листья салата, тогда сюда мы его немножко разрежем. Всё-таки лето на дворе, да? Хочется каких-то таких вот ноток зелени. Я с тобой соглашусь. У нас достаточно мало тёплых денёчков этим летом. Поэтому салат у нас не овощной, а питательный сегодня. Правильно. Ты работаешь инженером по организации и нормированию труда. Чем занимается человек на твоей должности? Работа у меня интересная. И человек, который находится на моей должности, занимается тем, что считает нормы, сделает расчёт заработной платы. Той части, которая связана непосредственно с работой человека. У нас есть то, что человек сам заработал, переработка его. Есть определённые доплаты, такие как персональные надбавки, за мастерство для мастеров. Вот это отдельно. То, что человек зарабатывает, когда он работает на рабочем месте, это тоже отдельно. И если такие надбавки, как персональные надбавки, мы выставляем заранее человеку, то, что на это пишется отдельная бумага, она подписывается руководством, вот, её можно выставить. То, что человек сделал за месяц, это ты уже... По факту. По факту. Когда закрываешь месяц, делаешь. Какие у тебя тонкие паузочки получаются. Да, я вроде смотрю на твои, мне кажется, что это подобное. Нет? Нет, твои тоньше. Ну ладно. Это мастерство. Так же, если не считать непосредственного закрытия месяца, наша работа связана с большим количеством общения с людьми, ответами на их вопросы. Частенько бывает, выйдешь в цех, допустим, проверить корректность занесённой информации и пойдёшь там на час-другой, потому что у людей вопросы-вопросы, ты на них отвечаешь, общаешься с ними. А конфликтные такие ситуации всё-таки, по большей части? Или просто? Если честно, то у меня прям конфликтных конфликтов, ситуаций не было в моей практике. Но я не удивлюсь, если есть такие специалисты, у которых они были. Я знаю то, что ты принимал участие в корпоративных конкурсах, таких как Инженер года, Лучший молодой работник. И ты там выходил с какими-то проектами. Вот расскажи, о чём были они? Мои проекты были направлены на оптимизацию и ускорение работы таких специалистов, как я. И в чём он заключался? Мои работы заключались в том, что я автоматизировал процесс расчёта бюджета, а потом не понесло, я разошёлся и начал автоматизировать всё подряд. Слушай, ну и как? Это же было в прошлом году, вот твои вот эти нововведения приняли в жизнь? Или что-то для этого требуется? Все мои нововведения, которые были оформлены в рационализационных предложениях, они оформлялись уже после того, как я их внедрял непосредственно в свою работу. Но непосредственно с моими программами работают табельщики сейчас. Есть идеи, чтобы сделать аналогичные программы, которые необходимы моим коллегам. И сделать это не просто каждый, чтобы там сидел, гружал, а чтобы они использовали общую базу данных. То есть один когда-то выгрузил в начале месяца всю информацию из общей заводской системы и всей этой информацией пользовались без необходимости каждого выгружать этот день. Тем самым мы сэкономим немножко времени рабочего и оптимизируем процессы. Кем ты себя видишь в дальнейшем? Ты хотел бы остаться дальше в этой области или как-то развиваться в другом направлении? На данный момент я не знаю, как тебе ответить. По крайней мере сейчас я занимаюсь развитием себя как специалиста. То есть само это изучение программирования, оно подразумевает, что ты будешь мочь больше как специалист и делать те же самые работы значительно быстрее. Просто потому что ты знаешь, как это делается. В свободное время чем еще занимаешься, помимо? Я знаю то, что ты спортивный деятель у нас все-таки, да? Да. В свободное время я хожу на тренировки, смотрю кино, сериалы, читаю книги. Спортом каким обликаешься? Какие достижения? Я знаю, что у тебя неплохо получается. В волейболе ты состоишь в городской сборной, наверное, да? Да. В волейбол, баскетбол, но баскетбол больше в рамках цеха. У тебя папа является директором спортивного комплекса «Чайка». Да. То есть у тебя такая спортивная семья. И как вот ты рос в спортивной семье? Какие были к тебе требования? Повышенные или все-таки тебя не трогали сильно? Вот как ты? Я бы не сказал, что меня прям сильно-сильно гоняли по спорту. Но вся моя жизнь, она не слабо так связана с волейболом, если честно. Ну это твой интерес, да? Да. Ну изначально меня водили, местами прям потолкали. Потом я как-то сам подтянулся. Если не считать последнего периода, где я там много работал, местами болел. В целом это три дня в неделю тренировки. В понедельник, среда, пятницу идем. Усиленный. Да. Вторник, четверг, субботу ты, допустим, идешь в зал занимаешься или в бассейн. А на выходных, если зима, едешь на горы и катаешься на сноуборде. То есть каждый день ты на спорте прям? Да. И ты занимаешься один или с кем-то? Вот так же с папой выходите? Или у тебя есть друзья, которые тебя поддерживают в этом? В зал я хожу один. Потому что если ты идешь за другом, то это уже получается больше разговорной тренировкой, сначала интенсивно, а мне с моим телосложением лучше зайти в зал на часок и через часок оттуда выйти. То есть интенсивно прозаниматься и идти отдыхать, восстанавливаться. А ты как-то работаешь над мышечной массой, наращиваешь ее или наоборот поддерживаешь та, которая у тебя есть? Чем питаются спортсмены вообще? Как вот в вашей семье? Слушай, в нашей семье питаются правильно. Так. Без применения майонеза. Ну сегодня мы сделали небольшое отличие. Потому что, ну, первый раз надо это бунтовать. Посмотрим время. Я думаю, что экспериментировать с маринадом и лучком не будем сегодня. Надо, наверное, его слить? Нет, еще рано. Мы его сольем через 2,5 минуты. С мышечной массой все как-то плохо. Тохо? Очень плохо. Я весь институт проходил в зал. Ну там, правда, был баскетбол и зал. А сейчас у меня был волейбол и зал. Вот. И когда я занимался активно в тренажерном зале, единственное, что у меня было, это пару лишних килограмм мышечной массы и немножко объем не было. А так, чтобы вот как с картинки, вот такой красавчик, это не получилось. Надо усиленнее питаться, наверное. Я в институте ел прям у себя. Покупал в столовой огромный поднос всякой разной еды. Первое, второе, салатик, компотик, тортик и вот прям. Ну, в общем, нет. Ну, в общем, не срослось у меня. Хорошо, а сейчас какой твой рацион? Часто, как много, какими порциями? Или часто, ну, по чуть-чуть? Или один раз, но конкретно? Один раз, но конкретно у меня не получается. Чаще, часто и по чуть-чуть. Это и полезнее, и в плане самоощущения намного приятнее. Можно, конечно, один раз намного, когда-то, какой-нибудь стейк прожаренный, чтобы с овощами, чтобы с соусом. Ну, у тебя же сейчас нет цели нарастить вот эту мышечную массу. Массу, ты, в принципе, довольно-таки неплохо выглядишь. Для своего роста, да, вот в соотношении пропорций? Ну, если честно, я видел своего роста более накачанных ребят, но это возможно... Ну, там надо задаваться целью. Это для меня это прям жесткая цель. Это, скорее всего, будет каждодневный труд, если я прям захочу именно иметь объемную фигуру. Так, хорошо, а что у нас там со временем? Так, у нас со временем ровно 15 минут, и нам надо сливать маринад. По запаху вкусный. Сейчас наша цель заполнить нашу тарелочку лучком. Я вот лужку взяла. Да у меня чистые руки, я помыл. Давай сделаем это красиво. На, как профессионалы. Так. Сверху лука у нас пойдет майонез, да? Давай пока открывай. Там, наверное, надо... С этим я справлюсь. Угу. У нас, наверное, высокий будет по всей видимости. Я думаю, неважно какой салат, высокий он или низкий, главное, что его хватит поесть. Самое главное, что мы смешиваем съедобные ингредиенты. Поэтому испортить это блюдо практически невозможно. Ну, только если с луком. Только если очень постараться. Да. Только после с луком, смотри. Да. Майонез, мы так, с сеточкой, да, его? Да, с сеточкой. Суть в том, что данная сеточка просто пропитается. Пропитает все свои. И поэтому не сильно важно, чтобы был ровный свой майонеза. Угу. Так, дальше у нас пойдет мясо, да? Да. Да. Тоже будем ложечкой. Ты хочешь так по-мужски его прям? Да, вот прям вот так вот, горстями. Хорошо, давай. Давай, жги. Неожиданно. Он же мужской салат. Да, вот просто берете вот так. Мужские грезы. Грефивно. Главное, помыть руки. Ну да, вот в очередной раз напомним нашим телезрителям, у которых возникают вопросы по поводу того, почему мы всегда готовим без перчаток. Мы готовим для себя не на общие массы, не на большие массы, да? Да, естественно. Поэтому здесь к нам таких требований сампина не имеется. Мы готовим, как будто бы у себя дома. Маленький совет. Когда берете заготовку этого салата, то используйте более широкую посуду или меньшее количество ингредиентов. Потом действительно у нас получился очень-очень высокий. Ты думаешь? Да. Мне кажется, это листья салата просто так приподнимают его. А может, не будем делать? Это все женская красота. А может, давайте перемешаем все? Чем париться слоями, выкладывайте. Да нет, нет, нет. Мы же тут программу снимаем. Должно быть все красиво. Можно тут по бокам, в принципе, листья держат. Вот смотри, я думаю, здесь вот есть еще место, и можно нам его вот так разровнять немножко. Как скажешь. И он будет не такой высокий. Так, если говорить о спорте, то мне нравится сноубординг. Еще я пробовал горные лыжи, но... Майдес. Он не приносит мне такого количества удовольствия, как катание на доске. Видимо, потому что ноги слишком часто разъезжаются. А кому-то, наоборот, это нравится. И не нравится то, что ноги скованы на доске. Да, вот я лично так, мне некомфортно. На самом деле, тут дело все в сноровке. Так, следующие яйца дойдут? Да, конечно. Тоже руками? Нет, нет, нет. Ты что, потом руки отмывать. И самое хорошее в этом деле то, что у нас и в городе есть гора, на которой можно приехать, немножко размяться. Можно съездить в Тагиу, если времени побольше. Возможность у нас съездить до Екатеринбурга. Но это прям, если совсем хорошо. А если прям выходные удались, то ты едешь куда-нибудь на юг, в соседние области, и катаешь уже там. У тебя своя доска какая-то? Фильменная она у тебя? Если честно, я много лет катался на прокатных досках. И два года назад купил себе свою. Ходил довольный, как удав. И самое печальное в том, что я настолько привык к тому, что у меня нет своей доски, что каждый раз, когда я ее нахожу летом, у меня же есть своя доска. Так случайно. Да, случайно. Вот находишь ее за диваном. И так приятно. Вспоминаешь, как было хорошо. И с нетерпением ждешь следующего сезона. Как у тебя получалось в первый разы кататься? Ну, говорим, с горы. У меня бы было примерно так. Если честно, то мой первый раз был в классе в девятом. Мы тогда пришли с другом на мельничную. Взяли один борт на двоих. Если честно, это было печально. Потому что я буквально неделю ходил каждый вечер кататься. И подходя к горе, просто подходя к горе, мой копчик начинал болеть. Он чувствовал. Да, он чувствовал, что сейчас будет весел. Что работа не так. И самое удивительное, сколько я не падал, какими бы кубами я не катился с горы, я всегда остался целый. И у меня до сих пор нет ни одной сломанной кости или чего-то такого, чего-то многие боятся, когда видят горную лыжу или сноуборд. Но сейчас твой копчик уже не напрягается. Копчик не напрягается. Все хорошо. Самое замечательное сноубординге. Что? Когда ты едешь с горы и снимаешь себя вот так красивенько, на голову прошечку. Я на самом деле один раз видел девчонку, которая просто вот так вот пронеслась, но и у меня такой, блин, куда я попал? Мне так стремно стало с моим скиллом. В общем, сейчас у меня есть идея заниматься примерно тем же, потому что мой уровень уже более-менее позволяет ездить между деревьями и не сильно переживать за то, что я в них спешусь. Я тут даже уже сделал пробное видео. Правда, все пошло по запланированному маршруту. Я шел в парк, снимать уточек, поговорить о жизни, сказать, что помимо страницы своей ВКонтакте начну заниматься и блогингом. В итоге пошел ливень. Я зашел домой. У меня там ремонт, голые стены, лампочка бедная горит. Мне сказали, ну, конечно, молодец, но вот свет, звук, вот это вот все. Это было вообще ужасно. Но на самом деле я в тот день просто решил снять свой первый ролик. И я пошел до конца, невзирая вот на все эти тонкости, нюансы. Прекрасно понимает, чем мне светит. Это мой первый опыт. О чем был твой первый ролик? Я все-таки не поняла немножко. Мой первый ролик был о том, что я хочу снять серию видео о том, чем можно заниматься в маленьком городе после рабочей смены. Кухни я вообще серьезно подготовился. Недавно ездил на сплав, и там я у костра заснял свою первую серию кухни со мной. Я жарил зефирки на костре. Получилось даже не спалить их. Ну и надо сказать, что... А сейчас я дороже с салатика. Да. А буквально через месяц позовешь меня, и мы с тобой борщиться с вами. Хорошо. Ну давай только не борщиться. Больше нас варили уже. Больше варили? Да. Надо что-нибудь... Что? Лобстеров в маринаде каком-нибудь. То есть мы перешагнем вот эту стадию, когда ты как мужует ваш борщ с мясом, сразу на лобстер. Сразу же на эксклюзив пойдем. Ну чего мелочи? Все, как хорошо договорились. Будем тренироваться. Следующий у нас идет самый последний слой. Да. Сейчас наша задача со всех сторон украсить наш салатик сыром. Смотри, он получился как подсолнух, да? Если сверху положить еще эти, маслины, то будет вообще хорошо. Будет салат подсолнух. Только мужские грезы. Ну, возможно, в салате подсолнух есть что-то помимо того, что мы засунули сейчас в наш салат, из чего он был приготовлен. Мне кажется, этим можно назвать любой салат, который с виду напоминает поцелу. На вкус и цвет. И на фантазию. Для первого раза, Дмитрий, я считаю, ты очень хорошо справился. Нам надо поставить салат в холодильник буквально на 2 часа и подождать, когда он пропитается изнутри майонезом. Так как я готовлю сегодня не один, и мне компанию составляет Юля, она предложила украсить этот салат зеленью. Без нее я бы этого делать не стал, если честно. Поэтому прежде чем его убрать в холодильник, чтобы он пропитывался, мы порежем зелень и красивенько все украсим. Вот прям мужик. Прям, да. Вот прям спас всю ситуацию. Да. Надо оправдывать то, что меня начальник отпустил на съемки готовки. Да, но правда он сказал тебе поросенка пожарить. Да, но поросенок это уже третья стадия после обстеров. Он слишком большой. Да, слишком большой. Мясо это очень вкусный и важный момент, когда ты занимаешься спортом, потому что это много белка, много витаминов, много минералов. Не все его едят, но это уже выбор каждого. Возможно, у кого-то какая-то физиологическая предрасположенность не есть мясо, а кто-то по убеждениям. По религии даже, да, так сказать? Да, возможно, по религии. Да. Поэтому то, что мы сейчас приготовили здесь говядину, допустим, это не совсем прям табу, и надо готовить только говядину в этом салате. Теперь красивенько украшаем. Ну вот украшения такого рода, мне кажется, тоже невозможно использовать. Просто сыпи-сыпи. Ну почему же? Можно сделать это неравномерно и будет выглядеть не очень красиво. А если еще вставим так петрушку, получится пальмочка. Я же говорю, кухня – это то место, где надо экспериментировать. Согласна. Начинали делать одно, сделали другое, почти как и те получилось. Да, да. Это из разряда. Иди, ешь кашу. Ты уже суп варил. Не важно, что я там варил. Да-да-да, примерно так оно и есть. Так, ну что у нас, последние моменты остались? Да, теперь надо это все настоять в холодильнике. И через два часа можно будет попробовать мой божественный рецепт. Отлично. Ждем? Ждем. Два часа прошло. Да. Уже неумоверно хочется есть. Очень-очень сильно. Надеюсь, он получился именно таким, каким мы его задумывали. И он проводится в съемочную группу. Я уверена, что у тебя все получилось. Я поздравляю тебя с дебютом. Спасибо тебе за то, что ты пришел. Это тоже такой новый вид для тебя, да? То есть ты не сам снимаешь, а находишься по другую сторону видеокамеры. Я желаю тебе удачи в работе, в спорте, в твоем хобби. Спасибо, что пришел. Нашим телезрителям мы желаем приятного аппетита и до новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания.